Привет! Меня зовут Сергей. И в этом видео мы с вами сплетем вот такой достаточно оригинальный браслет, но который плетется очень-очень просто. Для его плетения нам понадобится всего лишь два столбика, поэтому вы сможете сплести его и на вилке, и на монстр тейли, и на мини-станке, и на обычном, конечно же, станке. Ну что ж, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приготовьте ваш станок, один его ряд снимите. Нам понадобятся два ряда, а точнее два столбика, один и второй. Открытые стороны столбиков должны смотреть на нас. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать в процессе плетения. Я буду использовать белый цвет резинок и вот такой синий, а внутри белая полоса идет. И используя такие цвета, я добьюсь того, что этот браслет у меня будет выглядеть по-зимнему и по-новогоднему. Итак, поехали! Берем одну белую резинку и накидываем на два столбика, при этом поворачивая резинку восьмеркой. Следующую резинку опять берем белую и накидываем сверху. И третью резинку, белую, берем и накидываем тоже сверху. Теперь, как в обычном фештейле или рыбьем хвостике, захватываем самую нижнюю резинку с левого столбика и скидываем с внешней стороны к центру. И с правой стороны тоже захватываем самую нижнюю резинку и скидываем с внешней стороны к центру. Теперь возьмем еще одну резинку белого цвета и накинем сверху. И поступим вновь точно так же, как чуть ранее. То есть, захватываем нижнюю резинку с левой стороны, с внешней стороны скидываем к центру и с правой стороны захватываем нижнюю и скидываем к центру. Замечательно! Опускаем резиночки чуть-чуть вниз. Теперь берем уже цветную резинку. Я использую вот такую синюю. И накидываем, но накидываем не сверху, а снизу, чтобы эта резинка оказалась в самом низу. Теперь продеваем крючок между первой и второй резинкой. Отодвигаем тыльной стороной крючка центральную вот эту или вторую резинку. Изнутри захватываем нижнюю самую и с внешней стороны скидываем к центру. При этом я придерживаю вот здесь резиночку слева, чтобы она у меня тоже наверх не убежала. И последовательность резинок, чтобы не нарушилась. С правой стороны поступаем точно так же. Заводим крючок между первой и второй резинкой. Тыльной стороной крючка отодвигаем вторую резинку и изнутри захватываем самую нижнюю. С внешней стороны скидываем к центру. Но опускаем вновь резинки чуть-чуть вниз и сейчас мы с вами будем накидывать белую резинку. И при накидывании мы с вами будем чередовать. Сначала белая, потом голубая, белая, голубая, белая, голубая и так далее. Но белые резинки мы с вами накидываем сверху. Накинули, а снимаем точно так же, как сейчас голубую. Заводим крючок между первой и второй, изнутри захватываем самую нижнюю, с внешней стороны скидываем к центру. И здесь между первой и второй заводим, тыльной стороной крючка отодвигаем вторую, изнутри захватываем самую нижнюю и с внешней стороны скидываем к центру. Теперь берем вновь голубую, а голубую мы с вами договорились, что будем накидывать в самом низу. Вот здесь я накидываю, немножко ее поправлю, чтобы у меня голубая сторона была лучше видна. И вновь поступаю точно так же. Между первой и второй завожу, отодвигаю вторую, изнутри захватываю самую нижнюю и с внешней стороны скидываю к центру. И здесь точно так же отодвигаем, изнутри захватываем и скидываем к центру. Теперь накидываем белую, но белую мы с вами накидываем всегда сверху. И вновь снимаем изнутри нижнюю слева и здесь изнутри снимаем нижнюю справа. Теперь вновь пришел черед голубой резиночки, накидываем и так далее. Снимаем точно так же, как вы уже умеете. И наберите такую длину браслета, которая идеально подойдет длине вашего запястья. И я тоже сделаю это за кадром. Итак, нужная длина браслета у меня набрана. Посмотрите, какой внешний вид у этого браслета получился. Вот такая чешуя, но как будто бы она по-зимнему оформлена, покрыта инеем. И достаточно оригинально и интересно выглядит. И сейчас мы с вами, прежде чем браслет этот завершить, сделаем вот что. Я хотел бы к этому браслету прикрепить вот такую подвеску, чтобы браслет выглядел более по-праздничному. А подвеску я буду прикреплять так. Возьмем три резиночки белого цвета и сначала вставлю крючок вот в это отверстие. Хотя здесь крючок не влезает, и тогда мы поступим вот так. Возьмем резиночку и протащим ее уже без помощи крючка внутри металлического кольца. В один кончик вставляем, кончик вставляем. И вот такая получается петля. Теперь уже в эту петлю вставляем крючок, берем еще две резиночки, накидываем раз, и еще накидываем два. И можно, наверное, еще одну взять. Берем и накидываем. Но в этот раз вторую часть не возвращаем на крючок, а накидываем вот сюда, на эту пару столбиков. С одной стороны и с другой стороны. А вот завершается этот браслет точно так же, как и обычный рыбий хвост. То есть самую нижнюю резинку сначала скидываем с левой стороны, и здесь самую нижнюю с правой стороны. Затем вторую резинку скидываем с левой стороны и скидываем с правой стороны. А накидывать застежку, клипсу, мы будем вот на эти резиночки. Но чтобы они у нас лучше были натянуты, мы с вами возьмем, накинем на соседний столбик. И теперь эти две резинки накинем на два столбика, чтобы получить более сильное натяжение. Я буду использовать клипсу голубого цвета, чтобы она подходила под цвет всего браслета. Закрепляем на одной стороне, и здесь на другой стороне этого браслета ищем резиночку, которая у нас по центру накинута. Вот, она здесь очень хорошо видна. Я вставляю крючок и тоже накидываю на пару столбиков, чтобы получить натяжение. Затем мы с вами, как обычно, берем застежку и на две вот эти резиночки, накинутые на пару столбиков, накидываем и снимаем со станка. Вот такой замечательный браслет у нас получился. И он, согласитесь, очень просто плетется, но выглядит оригинально. Вот такая рыбья чешуя у нас получается. Я надеюсь, что урок вам понравился, и вы сделаете себе тоже такой браслет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь в нашу группу ВКонтакте. Там проводятся конкурсы, там обсуждаются ваши работы, сплетенные из резинок. В общем, у нас в группе интересно. Вступайте. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.